Глава 11. Норвегия, Финляндия и Дания В период войны в сентябре 1939 года в Норвегии проживало 17 сотен евреев, большинство из них в столице Осло. 200 из них были немецкими и австрийскими беженцами, нашедшими убежище в Норвегии после 1933 года. В апреле 1940 года немецкая армия вторглась в Норвегию. Два месяца спустя норвежская армия капитулировала, и власть перешла к немецкому рейхкомиссару Йозефу Тербовену. В его распоряжении как министра президента был бывший норвежский армейский офицер Виткун Квислинг, глава довоенного норвежского фашистского движения. Первая антиеврейская акция состоялась в апреле 1941 года, когда была захвачена и осквернена синагога в Тронхейме на севере Норвегии. Сразу после этого ведущий церковный деятель города декан Арне Фьельбу в частном порядке предупредил местных норвежских нацистов, что если действия в синагоге предвещают всеобщее переселение евреев, «Могу вас заверить, что церковь забьет тревогу от одного конца страны до другого. Здесь норвежская церковь на 100% едина. Такого мы не потерпим». Глава методистской церкви в Тронхейме пастор Эйнар Анкер Нильсен предложил тронхеймским евреям чердак церкви для проведения синагогальных служб, два свиткаторы, которые не были испорчены, были перенесены туда. «Чтобы никто не мог видеть, что евреи собираются в церкви», комментирует историк норвежского еврейства во время войны Самуэль Абрахамсен. «Членам общины было приказано приходить и выходить из церкви по одному или не более чем по двое, чтобы не привлекать излишнего внимания. Это работало очень хорошо, хотя и было опасно». Конец цитаты. Первый массовый арест евреев в Норвегии состоялся 25 октября 1942 года. Одной из норвежских неевреек, активно помогавших евреям избежать депортации, была Сигрид Лунд. Она описала в своих мемуарах, как она и ее подруга узнали эту новость. Цитата. «25 октября зазвонил телефон. Мужской голос сказал, «Сегодня будет большая вечеринка, но мы хотим только большие пакеты». Затем он повесил трубку. «Сначала я сомневалась, что это значит. Мы с Миртл говорили об этом довольно долго. Затем мы почти одновременно сказали, «Это должно быть касается евреев, а большие пакеты должно быть мужчины». Они рисковали быть немедленно арестованными». Конец цитаты. Две женщины согласились, что им следует предупредить как можно больше мужчин, цитата, «не осмеливаясь воспользоваться телефоном». Проблема была в том, как найти мужчин и получить доступ к их домам. Многие евреи были предупреждены, но не верили, что преследования могут произойти в Норвегии в больших масштабах. Для других предупреждение пришло слишком поздно. Норвежская полиция уже была там. Конец цитаты. Эйнар Фолистад был активным членом пятидесятнического движения. Когда 26 октября он узнал об аресте в Осло своего друга Йозефа Раскова, еврейского владельца магазина, он немедленно отправился в дом брата Раскова, Германа и его жены Фанни, которая тогда была на шестом месяце беременности, чтобы помочь им. С этого момента вся семья Фолистад, Эйнар, его жена Агнес, ее родители и ее сестра активно включились в подготовку спасения своих двух друзей. Был разработан маршрут побега, по которому Расковы смогли пересечь границу с Швецией. В одном этом акте спасения приняли участие четверо норвежцев. В Норвегии, как и везде, люди, находящиеся под оккупацией, могли выбирать, сотрудничать с властями или помогать евреям. Двое норвежских полицейских арестовали еврейского школьника Селлика Малера в его классе в кафедральной средней школе в Тронхейме 27 октября. Но два сына фермера одолжили его брату Соломону пару лыж и сопровождали его до шведской границы два дня спустя. В феврале 42-го года все семь епископов норвежской лютеранской церкви подали в отставку в знак протеста против изоляции и преследования евреев в Норвегии. После октябрьских депортаций все семеро отправили письмо, датированное 10 ноября 42-го года, министру-президенту Норвегии Виткуну Квислингу, чье имя к тому времени стало синонимом предательства собственного народа. В письме они заявили, что в течение предыдущих 91-го года евреи имели законное право проживать и зарабатывать себе на жизнь в Норвегии. Но при правлении Квислинга, отметили епископы, евреев лишали их собственности без предупреждения и наказывали как худших преступников «исключительно потому, что они были евреями». Семь епископов напомнили Квислингу, что он неоднократно подчеркивал, что его партия будет защищать основные христианские ценности. Одна из таких ценностей, как указали епископы, была под угрозой христианская заповедь «возлюби ближнего своего», которую они описали как «самое элементарное законное право для любого человека». Конец цитаты. Епископы продолжили говорить, что ими двигали в написании глубочайшее веление совести. Они не хотели, чтобы церковь молчанием была, цитата, «виновна в узаконенной несправедливости по отношению к евреям». Церковь имеет призвание Божие и полное право провозглашать закон Божий и Евангелие Божие. Поэтому она не может молчать, когда заповеди Божие попираются ногами. И теперь нарушается одна из основных ценностей христианства – заповедь Божия, которая является основополагающей для всего общества. «Прекратите преследование евреев и прекратите расовую ненависть, которая через прессу распространяется в нашей стране». Конец цитаты. Этот протест епископов поддержали многие уважаемые теологи, 19 церковных организаций и 6 негосударственных церковных религиозных обществ. В общей сложности более 60 подписей от всех частей протестантских общин Норвегии поддержали письмо. Два последующих воскресенья – 15 и 22 ноября – молитвы за евреев читали с кафедр и в большинстве случаев зачитывался текст протестного письма. Кафедры протестантских церквей стали эффективным средством антинацистской коммуникации во время оккупации. 25 ноября администратор еврейского детского дома в Осло получила предупреждение о предстоящем аресте как детей, так и их опекунов. Оно немедленно связалось с членами норвежского сопротивления, среди которых были Инге Бьорк Слеттен и Туве Тау, которым удалось отвезти всех детей на виллу в пригороде. Позже их тайно переправили в нейтральную Швецию и в безопасности по маршруту к северу от Конгсвингера к востоку Атосла. Среди этих детей было 37 чешских беженцев, которые Сигарет Лунд помогла вывезти через Европу из Праги в октябре 1939 года. Первая депортация евреев из Норвегии в Освенцин состоялась в ночь с 26 на 27 ноября 1942 года из Осло, когда 523 норвежских еврея были доставлены на корабле в Штеттен, а затем на поезде. На пристани собралось много норвежцев, надеясь как-то помочь евреям, но они были бессильны, когда мужчин, женщин и детей силой сажали на борт. Однако многие норвежцы принимали участие в контрабанде евреев через границу между Норвегией и Швецией. Среди них был Од Нансен, сын полярного исследователя и друга беженцев Фритьёфа Нансена. Од Нансен был арестован в гестапо, заключён в тюрьму недалеко от Осло и депортирован в концентрационный лагерь Заксенхаузен к северу от Берлина. Он пережил войну. Несколько больниц в Осло, а также в Лилле-Хамере стали центрами укрытия евреев до тех пор, пока не будет организовано спасение. Врачи, медсёстры и администраторы больниц подделывали записи этих «пациентов» и не сообщали о выписке еврейских пациентов в государственную полицию, как того требовало правительство Квислинга. Даже евреи, госпитализированные с настоящими заболеваниями, были благополучно переправлены через шведскую границу на носилках. Транспортная организация Карла Фредриксена использовала два грузовика пять вечеров в неделю с октября 1942 года по январь 1943 года, спасая сотни евреев. В ночь на 3 декабря Генриетта Самуэль, жена главного раввина Норвегии и её дети, были среди сорока евреев, доставленных на двух грузовиках к шведской границе. Поскольку грузовики официально должны были перевозить картофель, беглецы должны были выглядеть как клубни, накрытые брезентом, и хранить строжайшую тишину, чтобы немцы не обнаружили их во время обычных обысков по пути. Детям давали снотворное, взрослым запрещали разговаривать. Последний этап транзита, возглавляемый норвежским сопротивлением, был непроходим для грузовиков и пришлось пройти пешком при температуре до 20 градусов ниже нуля. Детей разбудили и все 40 евреев затем тайно переправили через границу в нейтральную Швецию. 21 декабря еще 34 норвежских еврея пересекли границу в Швецию с помощью норвежцев, которые снабдили их едой и одеждой. В отчете Управления стратегических служб США, тайно отправленном из Швеции 8 дней спустя, говорилось «Норвежцы в ярости из-за антиеврейского отношения немцев и квислинговцев, и чтобы помешать жестокому обращению с евреями, рисковали собственной жизнью». В одном случае, в случае с доктором Генри Цельнером, 74-летним беглецом, он заявил, что его жена, которая была парализована, отказалась покинуть Норвегию, и норвежцы перенесли ее через границу на руках. Конец цитаты. Самуэль Абрахамсон комментирует. До Швеции было нелегко добраться пешком. Граница, патрулируемая немецкими войсками, представляла собой район густого леса, горной местности, труднопроходимый в снег и мороз. В своей книге «Справедливость в Иерусалиме» Гидеон Хауснер, главный обвинитель на процессе Эйхмана, выразил свою и израильскую признательность усилиям норвежского подполья по переправке 800 евреев через Норвегию в безопасное место в Швеции «при особенно опасных обстоятельствах». Возможно, 40 евреям удалось пережить войну в Норвегии, живя с поддельными «арийскими» документами в больницах и домах для престарелых. Один из них пережил войну в маленькой хижине в отдаленном лесу.